Сергей Семенович, сегодняшнее интервью хотелось бы начать с Крыма. Связи Москвы с Севастополем всегда были очень тесными. Вот в сегодняшней ситуации, чем столица России может поддержать Крым? Чем она может ему помочь? Действительно, с Севастополем у нас связывают тесные отношения. Мы ежегодно оказываем помощь ветеранам флота, специальными выплатами материальными. Помимо этого, помогаем городу, поставляем и городскую технику, и оборудование в рамках тех соглашений, которые у нас заключены в Севастополе. Сегодня ситуация там крайне непростая, и социальная, и экономическая, и политическая. И мы, конечно, не можем оставаться равнодушным тем проблемам, которые возникают в Крыму. Поэтому, на самом деле, в Москве есть достаточно много возможностей оказания помощи и в области здравоохранения, и в области образования, социальной поддержки, обеспечения городского хозяйства. Поэтому я дал поручение сегодня подготовить предложение различных комплексов городского хозяйства, чтобы подготовить комплексный документ по оказанию гуманитарной поддержки Крыму и Севастополю в частности. Для этого, конечно, нам нужно скоординировать усилия с другими регионами, правительством Российской Федерации, который также готовит пакет о соответствующих мер показания помощи, и затем уже принять соответствующие решения. Давайте обратимся к сегодняшнему заседанию московского правительства. Вот, наверное, самая заметная новость – это ограничение на передвижение грузовиков, особенно устаревших по столице. Как вы будете осуществлять эту программу? Вот вы знаете, иногда едешь даже по центру города, и перед тобой буквально какая-то керосинка на колесах, которая изрыгает черный дым. Понятно, о какой экологии вдоль городских трасс может идти речь. Каков ваш конкретный план? Достаточно много обращений от экологических общественных организаций, от граждан поступает по вопросу наведения порядка в техническом состоянии машин. В техническом состоянии и вообще требования к тому, чтобы в городе развалюхи не ездили, автохлам не двигался по дорогам Москвы. Потому что и так миллионы машин чадят, вбрасывают в атмосферу огромное количество вредных веществ. При этом все понимают, что самое большое экологическое загрязнение, самый большой удельный вес – это грузовые автомобили. Особенно выпуска 20-летней давности. Музей на колесах буквально. Абсолютно. Москва уже принимала аналогичные меры. Было принято решение в свое время о запрете въезда в третье транспортное кольцо автомобилей с двигателями ниже евро-2. Это дало свои результаты. В прошлом году мы приняли решение о запрете продаж топлива ниже евро-4 в городе. И вот сейчас принимаем решение о том, чтобы запретить грузовикам с двигателями ниже стандарта евро-2, заезжать на МКАД, а евро-3 в границе третьего транспортного кольца. Но делаем это достаточно щадящим. Мы даем возможность время полтора года для того, чтобы можно было за это время тем, кому это необходимо, обновить свой подвижной состав. Надо иметь в виду, что очень много машин, грузовых машин, вообще никуда не двигаются. Они стоят порой и во дворах, и на базах, и выезжают на дороге раз в год, а то и меньше. Эти машины не нужны ни для экономики, ни для экологии Москвы. Актуальная тема городской экологии перекликается с темой развития городских парков. Вообще программа «Культура Москвы» принесла много интересного за последние годы, и в парке действительно вернулась жизнь. Но как вы полагаете, вообще-то парковых пространств для такого огромного города с таким огромным населением достаточно на сегодняшний день? Зеленых территорий хватает, но проблема в том, что, а, они расположены неравномерно, и есть целые районы, особенно в центре Москвы, где зелени явно недостаточно. И второе, далеко не все зеленые территории обустроены должным образом. Поэтому мы приняли программу не только обустройства действующих парков, но и создания новых. И в прошлом году было создано уже 50 новых парков шаговой доступности. Кроме того, в границах Садового кольца было обустроено порядка 25 небольших скверов. И в этом году мы эту программу продолжим. Будет создано еще около 50 так называемых народных парков, которые финансируются как из бюджета города, так и за счет спонсоров. Вот еще вопрос, который касается этой программы культурного развития Москвы. Как-то за долгие десятилетия мы привыкли, что все, назовем их так немножко старомодно, очаги культуры, они расположены в центре столицы, буквально в пределах Садового кольца. Сейчас, очевидно, наметилась некая тенденция к децентрализации. Появляются, ну, как минимум, медиа-центры, действительно возрождаются библиотеки. Вы эту тенденцию будете продолжать? Что ждет, скажем так, бывшую периферию города? Я бы не называл периферии города, на самом деле спальные районы, которые обычно называют периферией города, на самом деле это никакая не периферия. Там проживает подавляющее большинство москвичей. И по плотности застройки эти районы в значительной степени превосходят даже центр города. Поэтому, конечно, нужна культурная жизнь в этих районах. Именно поэтому мы передали департаменту культуры еще 75 парков, которые были, ну, просто, вот, зеленой территории благоустроены для того, чтобы там не только можно было погулять, подышать воздухом, но чтобы там была культурная жизнь, культурные мероприятия. Это первое. Второе, как вы правильно сказали, на месте морально-физически устаревших библиотек создаются полнокровные медиа-центры, в которых можно там позаниматься с интернетом и получить новые книги и провести целый ряд других мероприятий. Ну и кроме этого постепенно начинают реконструироваться бывшие дома культуры, в том числе вот Дом культуры Зелан. Мне кажется, такой блестящий пример, когда из старого Дома культуры, практически полузаброшенного, создано современное культурное учреждение, в котором кипит жизнь. Давайте в этой связи перейдем с вами к социально-экономическому развитию столицы. Вот сейчас очень много людей, которые отмечают некие тревожные тренды в экономике. Вот цифры за 2013 год уже известны. Как бы вы описали социально-экономическое развитие или состояние Москвы, что касается зарплат, социальной поддержки горожан и безработицы? Давайте не будем обходить вниманием, и это явление, оно существует? Действительно, тревожные тренды некие существуют. И в целом, в мировой экономике, и в России, должен сказать, что Москва закончила прошедший год очень неплохо. Объем инвестиций приблизился к полутора триллионам рублей. И значительно, почти на 50% превысил до кризисный уровень. Город тоже вкладывает, вкладывает в инфраструктуру, в развитие дорог, в метрополитена, общественного транспорта. И раскрывает возможность для притока частных инвестиций. Это первое. Второе, если брать социальные показатели, они тоже, на мой взгляд, достаточно позитивные. Мы за последние три года прибавили в средней продолжительности жизни два года. С 74 до 76. И сейчас Москва вышла на уровень среднеевропейский. Это тоже неплохо, с учетом того, что все-таки, ну, статистика по Москве, в статистику по Москве вкладывается и статистика приезжих граждан, которые и болеют, и умирают, к сожалению, и так далее. И порой значительно серьезно ухудшает общую картину. Тем не менее, мы вышли на неплохой показатель. Тоже тренд. Тоже тренд, да. Причем он такой достаточно устойчивый последние годы. Ну, и не может не радовать, что если там почти 20 лет в Москве рождалось меньше москвичей, чем умирало, то последние два года мы видим положительную, естественную динамику. Прирастает там по 15-20 тысяч. Естественный прирост москвичей. То есть рождается значительно больше, чем умирает. Что касается доходов москвичей, если брать просто формальные цифры, то они выросли на 14%. Если все-таки считать более аккуратно, в сопоставимых ценах, с учетом инфляции, то это около 7%. Но тем не менее, это такая позитивная тоже динамика. Да, и вы спрашивали о безработице. Это важный фактор. Москва достигла исторического минимума по количеству безработных. Количество безработных составляет 0,3%. Это действительно очень мало. Практически желающие в Москве могут всегда найти себе работу. Это очень важно, с учетом того, что в других мегаполисах мира безработица составляет около 15% до 20%, среди молодежи до 25%. То есть это вообще разительная разница между тем, что происходит в той же Греции, Испании, в других городах и странах мира, и с тем, что происходит в Москве. Но я должен сказать, что на самом деле успокаиваться и уповать на то, что само собой будет продолжаться такая динамика, и в дальнейшем нельзя. Нужно работать активно, работать над улучшением инвестиционного климата, привлечением инвестиций, развитием экономики, собираемости налогов, для того, чтобы бюджет города давал возможность обеспечить, безусловно, все социальные выплаты и продолжить инвестиции в городское хозяйство. Ну что ж, будем это считать долговременным и устойчивым трендом, как вы его назвали. Благодарю вас, Сергей Семенович, за интервью. Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго.